Неприятный сюрприз подготовил уходящий год для ЮНЕСКО. Всемирную организацию, курирующую культуру, науку и образование, покинет нация, чей вклад в мировую культуру, образование и науку трудно переоценить. Решение выйти из состава ЮНЕСКО принял Израиль. О причинах такого решения расскажет Сергей Ауслендер. Израиль выходит из состава ЮНЕСКО. Я напомню, это агентство Организации Объединенных Наций по вопросам культуры, образования и науки. А еще ЮНЕСКО прославилась тем, что приняло наибольшее число антиизраильских резолюций, большинство из которых как раз не имело отношения ни к науке, ни к культуре, ни к искусству. Все это, конечно, сильно раздражало Иерусалим, но последней каплей стала резолюция «Оккупированная Палестина», которую агентство приняло в мае этого года. В этом абсурдном решении было записано, что Израиль не имеет никаких прав на Иерусалим, а храмовая гора и стена плача признаются мусульманскими святынями. Все это вызвало в Израиле, конечно, настоящую бурю. ЮНЕСКО и ООН стали обвинять в предвзятом отношении к еврейскому государству, особенно учитывая последнюю резолюцию Генассамблеи, которая отказывается признавать Иерусалим столицей еврейского государства. Израиль полностью отвергает это нелепое решение. Иерусалим – это наша столица, всегда была и всегда будет. Но я ценю тот факт, что все большее количество стран отказалось участвовать в этом театре абсурда. В самом деле, если взять все резолюции ЮНЕСКО, да и организации объединенных наций, то выяснится, что две трети из них посвящены Израилю, как будто в мире больше нет других проблем. В итоге израильские власти приняли решение сделать то, о чем давно собирались. МИД получил указание готовить выход из ЮНЕСКО. А кроме того, Иерусалим заявил, что существенно сократит финансирование международных организаций. Все это стало возможным после того, как президентское кресло в Белом доме занял Дональд Трамп, который сразу взял курс на решительную поддержку еврейского государства и конфронтацию с ООН. Кроме того, Соединенные Штаты тоже собираются сократить финансирование организаций объединенных наций и ее агентств. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро. Телеканала Интер.